Друзья, всем привет! Прежде чем мы приступим к теме нашего сегодняшнего видео, такая минутка саморекламы небольшая. У нас появился канал на Дзене. Всех, кого это интересует, прошу заходить подписываться. Вы увидите ссылку внизу. И плюс к этому у нас еще есть инстаграм, он никуда не делся. Ссылка будет тоже внизу. Кто еще не подписан, пожалуйста, прошу заходить и подписывайтесь. На этом реклама закончилась, и мы приступаем к обсуждению вопроса, который указан в теме видео. Все чаще и чаще в комментариях вы мне присылаете один и тот же вопрос. Собираемся ли мы сдавать тесты на разряды, либо мы тренируемся для себя? Я, честно говоря, вообще не знаю, как отвечать на этот вопрос. И вот решила посвятить этому отдельное видео. Просто исходя из самого вопроса, я понимаю, что большинство родителей, людей не очень понимают, зачем нужны эти тесты и вообще их ценность. Начнем сразу с того, что тесты и у нас, и в Америке, и в какой-либо другой стране, они все придуманы для того, чтобы собирать с родителей деньги, с фигуристов. Как это все делается? Для того, чтобы принять участие в каких-либо соревнованиях, вы должны подтвердить соответствующий разряд. Чтобы сдать на разряд, обычно все это происходит так. Люди, которые сдают на разряд, они, соответственно, знакомятся с судьей, которая будет принимать на разряд, и платят ей денежку, и идут у нее кататься. Все эти судьи, это редкостные тупицы. Была у нас такая женщина, которую звали Ася. Но это было еще в годы, когда у меня не было своих собственных детей, лет 10, наверное, назад. Катались мы в Морозово. Так вот, когда приходил сезон вот этих вот самых тестов, это, по-моему, где-то весной, но я точно сейчас не вспомню. И вообще все меняется. Все меняется. Может быть, сейчас немножко по-другому, но смысл тот же, что все это основано на взятках, он никуда не делся. Вот. И, соответственно, она набирала человек, наверное, 15 детей. С каждого брала по тысяче. И вот они всей этой толпой приходили на каток. На массовое катание, естественно. Я помню, у меня был там знакомый. Ну, не буду называть фамилии, чтобы не сдать человека вдруг на всякий случай. Вот. Он говорил, я когда вижу эту Асю, у меня, говорит, сразу настроение портится. Ну, потому что реально она занимала весь лед. И вот они там, значит, по этим расчерченным полоскам на льду рисовали эти фигуры. Сказать, что он ничего не понимает ни в элементах, ни в элементах школы, ни в фигурном катании. Это вот ничего не сказать. Как объяснить мою позицию? То есть я, конечно, понимаю, что тренер может быть не в форме. Это нормально. То есть тренер не должен уметь идеально выполнять элементы, те, которые он преподает. Но требовать идеального исполнения от ученика он, конечно, должен. Тем более, если ты судья. Ну, это по представлениям, да, так должно быть. Чему она их там учила? Это бред севы кобылы. И при этом, когда вот все это заканчивалось, действуя, там стояли у раздевалки бабки, которые держали вот по этой сине-зеленой бумажке в тысячу рублей. И вот так вот, знаете, биячелом протягивали. Она так благосклонно все это принимала. Ну, вот так отработав 2-3 часа в день. Ну, нетрудно посчитать, да, сколько человек зарабатывает. Ну, в общем, я не буду подробно все это рассказывать. Все понятно. Все эти тесты, я еще раз подчеркну, придуманы для того, чтобы собирать с фигуристов деньги. Если ты не сдаешь тест на разряд, соответственно, ты не можешь попасть на соревнования. Не можешь попасть на соревнования, ну, соответственно, ты себя никак не покаешь, не проявишь. И у тебя не будет шансов там попасть, не знаю, в сборную там города и так далее. Куда-то там метишь. Поэтому все это система, она хорошо отлажена. Это не только у нас все работает. Вот. И когда я слышу такой вопрос, сразу контр-вопрос возникает. Зачем мне это надо? То есть, если участвовать в соревнованиях, это одно. Если мы для себя катаемся, зачем я буду сдавать деньги каким-то там асям, ну, я так уже условно называю всех этих людей. Жизнь непредсказуема. Кто его знает? Может быть, когда-то там Женя будет участвовать в соревнованиях. Может быть, Варя. Понятия не имею. Сейчас таких планов нет. Но если вдруг когда-то такое вдруг возникнет, возникнет вообще такой вопрос, то, ну, явно, что я не пойду к суде и не буду просить эту судью позаниматься с моим ребенком. Исходя из всего того, о чем я рассказала ранее. Вот. По-моему, тесты они тоже стоят каких-то денег. Вот. Поэтому я говорю, вот это вот, я вообще против коррупции в любых ее проявлениях. Ну, вот, давать взятки – это не мое. Это точно вот у меня, вот этой черты русского народа нет. Хотя я считаю себя исконно русским человеком. Кроме этого, многие люди не понимают то вещи, что мир очень сильно меняется. И когда спрашивают, вы будете сдавать на разряды или вы для себя? А что значит для себя? Это просто, вот знаете, как будто других альтернатив нет. Что значит для себя? Вот просто так, просто так никто не занимается. Естественно, вы можете сделать фигурное катание своей профессии, и не сдавая на разряды, и не участвуя ни в каких соревнованиях, и не входя в сборную страны, и вообще вот просто обходя мимо все это. Вы можете заниматься в частном клубе, либо у частного тренера. Всегда, во все времена, до появления современной эры интернета, до появления соцсетей соревнований, это был способ стать публичным. То есть ты вышел на какой-то уровень, ты стал заметным. Не обязательно было становиться олимпийским чемпионом, можно было стать заметным благодаря другим навыкам. Вот там Каролина Костнер, она не была олимпийской чемпионкой, но вот у нее такое крутое скольжение, и все про нее знают. Я не знаю, Гарри Биком тоже он обладал некой своей харизмой, несмотря на то, что он не занимал какие-то высокие ступени пьедестала никогда, но он стал очень известным. Ну и так далее можно назвать очень много спортсменов, которые прославились через соревнования. Я еще раз подчеркну, в современном мире все это уже совершенно не так. Вам не обязательно получать разряды, выходить на соревнования, и это все будет только больше и больше развиваться. Ну я так считаю, это мое мнение. Есть уже примеры хороших фигуристов, которые просто выкладывают себя в соцсетях, их замечают, приглашают в шоу, и они делают фигурное катание своей профессиональной деятельностью. То есть они зарабатывают на этом деньги, они катаются в шоу, они выступают, они тренируют. Каждый находит себе профессию в этой области по душе. А становятся они популярными благодаря соцсетям. Поэтому я еще раз подчеркну, что вопрос, вы будете сдавать на разряды или вы занимаетесь для себя, он просто некорректен. Некорректен, потому что существует огромное множество альтернатив. Не обязательно давать взятки, не обязательно идти на поклон к Тарасовой, или кто сейчас у руля стоит. Не обязательно всем кланяться в ножки, чтобы стать известным. Ты можешь вообще не соблюдать все вот эти нормы. Сейчас все сидят, изучают, ой, сколько, блин, надо оборотов сделать, чтобы мне засчитали там вот это вращение. Да пофиг, делай сколько хочешь, делай сколько считаешь. Считаешь, что вот нужно вот так вот делать? Ну, это я так для себя размышляю. Мне не нравится вот это вращение кверху жопы, да не буду я никогда своего ребенка учить этому вращению. Мне не нравится, да мне вообще по барабану сколько за него дают очков. Мне не нравятся мужики, которые делают бильман. Да не будет у меня сын никогда делать бильмин, это бабский элемент. Мне не нравится там, я не знаю, сейчас из-за того, что очень мало времени по современным правилам, да, все эти спирали вот так вот делают, скомканно через одно место, быстро-быстро, чтобы перейти к прыжку. Мне это не нравится, я не буду это делать. Если делаешь спираль, делай ее по-человечески, ну и так далее. То есть здесь примеров можно кучу привести, что нравится, что стало хуже со временем из-за изменившихся правил. Когда ты свободный художник, тебе не нужно подо все это подстраиваться. Вот эти вот дебильные люди в ИСУ, которые постоянно меняют, которые ничего не понимают в фигурном катании, и постоянно меняют правила. И это, знаете, это тоже вот из разряда, что ты под кого-то раболепничаешь, под кого-то подстраиваешься. Причем все эти люди, под которых приходится подстраиваться, ничего не понимают в фигурном катании. Вот в чем дело. Возможности масса. И позиция, либо я иду, убиваю себе колени, спину, становлюсь инвалидом, и мне нужно там достичь какого-то результата до 17 лет, первая сторона, да, и вторая, либо я не занимаюсь вообще, она в корне неправильная. Еще раз, вы можете сделать фигурное катание своей профессиональной деятельностью, не убиваясь, не участвуя в этих играх и подчиняясь правилам ИСУ, там, и всех других, которого заставляют делать те или иные элементы, там, не знаю. Или, например, что мне сейчас не нравится? Мне не нравится то, что маленьких девочек 13-14 лет им делают программу под, я не знаю, Болеро Равелли, например. Ладно там, Валиева. Ну, это тоже ей там сколько было, 17 лет на Олимпиаде или сколько, я уже не помню. Сейчас вот юниорки под 13 лет катаются под... Это танец чувственности, это секс, это все что угодно, но 13-летний ребенок не может... Они должны в 13 лет кататься под Антошку, пойдем копать картошку или что-то такое детское. Ну, вот я так считаю, понимаете? Я так считаю, я хочу, чтобы это было так. Поэтому ставить ребенку такие вещи... Или вот помните, Медведева под Анну Каренину каталась. Ну, какая к черту Анна Каренина в 17-18 лет? Вот, вот этот момент мне не нравится. Я не хочу под это подо все подстраиваться, мне это не нравится. Я не буду вот... Я говорю, что сейчас настолько много возможностей. Даже у того же Авербуха есть ребята, которые катаются в его шоу, которые абсолютно ничего не достигли в спорте, а кто-то даже не соревновался. Также один из самых частых ваших вопросов. Не поздно ли начинать заниматься фигурным катанием в 10 лет, в 15 лет, в 16 лет? Понимаете, вы должны сами ответить себе на вопрос, для чего? Для чего поздно или не поздно? Что вы хотите? Если для спорта, да, это поздно. В 10 лет это уже поздно. Но, опять же, это не приговор. И вы должны сами понять, зачем вам нужен спорт. Исходя из всего того, что я сказала выше. Не поздно ли заниматься фигурным катанием в 16 лет для того, чтобы сделать фигурное катание своей профессией? Нет, не поздно. Можно начать заниматься в 16. Но, опять же, это зависит от человека. Заниматься нужно будет, конечно, очень много. Но, в принципе, это реально. Если человек начинает в 16 лет, он может кататься в шоу, выступать, тренировать потом в будущем и так далее. То есть все то, что поможет ему сделать фигурное катание своей профессии, это можно сделать и начать в 16 лет. Конечно, многие говорят, что вот есть фигуристы, которые начали в 10 лет, в 11 лет и добились каких-то результатов в спорте. Вы понимаете, в современных условиях, в современных реалиях, я считаю, что это невозможно. И приводя примеры каких-то фигуристов, ну, те фигуристы выступали в прошлом веке. Сейчас это невозможно. Но это мое мнение. Конечно, у кого-то может быть другое мнение. Слишком высокая конкуренция. Вот. Ну, наверное, я думаю, что я сказала все, что хотела. Не знаю, подбодрило ли кого-то это видео или нет. Надеюсь, что да. Но, по крайней мере, моя душа будет спокойна, что я ответила на вопрос, который мне постоянно задают, и на который я не знаю, как ответить в рамках комментария, потому что, действительно, разговор получился достаточно объемным. Но еще раз я рассчитываю на то, что донесла свою мысль. Все не так просто. Нельзя ответить на этот вопрос, да или нет. Нельзя поставить какие-то вот, и либо в три года ты начинаешь, либо забудь про это. Абсолютно нет. Даже речь не идет о любительском спорте. Профессионалы – это те, кто зарабатывают, в данном случае на фигурном катании, деньги. То есть, пока ты в спорте, ты не профессионал. Раньше было так, что люди уходили в профессионалы после спорта. Сейчас это далеко не так. То есть, не обязательно быть спортсменом, чтобы стать профессионалом, чтобы стать человеком, который сделал фигурное катание своей профессии. Будь он артистом балета на льду, либо тренером, либо кем-то еще. И на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на Дзен, не забывайте подписываться на Инстаграм. Ссылки вы увидите внизу в описании. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Увидимся в следующем видео очень скоро. До новых встреч, ребята. Пока.